Всем привет! Сегодня я хотела бы показать, как сплести вот такой декоративный бантик, который можно использовать как игрушечку на ёлочку и также как декор для ваших корзиночек. Для начала понадобится три рабочие трубочки, увлажненные в треугольная форма и кусочек бечевки. Я соединяю три рабочие трубочки и фиксирую их канатиком, чтобы они не разъехались и форма никуда не делась и не поплыла. Далее я раздвигаю свои вот эти вот увлажненные стоечки, которые буду оплетать. Ввожу также увлажненную рабочую трубочку, кончик немного оставляю и начинаю плетать ситцем. Здесь самое главное, такой момент, как можно ближе к основанию, к началу начать плести ситец. Чем ближе вы это сделаете, тем красивее у вас получится и меньше уйдет расстояние на обмотку. И вот таким ситцем, вот таким ситцевым узором мы выплетаем нужную форму и ширину. Продолжение следует... Продолжение следует... Трафаретом проверяю нужную ширину, не ушла ли я куда-либо в сторону. То есть этот треугольник служит мне проверкой расстояния между стойками, чтобы с двух сторон получилось симметрично. Продолжение следует... Продолжение следует... На самой широкой части своего бантика я проплетаю пару рядков и сверяюсь со своим шаблоном. То есть вот сейчас видно, что я дошла до самой широкой части. Проплетаю еще буквально один-два ряда и уже пойду на сужение. Самая широкая часть это место нашего разворота. Не то что разворота, а именно в этой части я буду складывать свой бантик пополам. То есть уже другая часть, дальше я пойду плести на сужение, она будет служить задней стеночкой бантика. То есть в этом моменте я его сложу пополам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я доплела до самой узкой части своей половинки. Плетите здесь прямо до последнего, так же как и в начале. То есть сначала мы старались как можно ближе к серединке. И также мы конец, как можно ближе к серединке, стараемся закончить. Редки подтягивайте, чтобы они не были рыхлыми, то есть плетите плотно, чтобы это все было красиво и аккуратно выглядело. То есть доплетайте до того момента, пока уже будет просто невозможно оплести. Разравнивайте, подтягивайте, формируйте красивую половинку бантика. С обратной стороны, с противоположной, точнее, стороны я буду плести по точно такому же принципу. Итак, вот я сплела две части и теперь я их буду укладывать, формировать сам бантик, чтобы это выглядело симметрично и красиво. То есть здесь я обрезаю все ниточки ненужные, все остаточки какие-то буду отрезать и подклеивать клеем ПВА, чтобы они нигде не торчали и ничего не мешалось. Был красивый, эстетичный внешний вид бантика. ПЕСНЯ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Две половинки у меня склеились, теперь я буду обматывать свой бантик и уже формировать свои нижние ленточки. Итак, всего я буду обкручивать серединку четырьмя стежками. Делаю первый стежок, захватывая обе половинки бантика. В задней части бантика я подкладываю две трубочки, сложенные пополам. Прямо на рабочую трубочку насаживаю их. Здесь они мне хотят вылезти. И делаю два круга. Раз, два. Таким образом я прикрепляю свои трубочки к бантику и делаю четвертый виток уже без трубочек, не захватывая трубочки. Теперь я прячу свою рабочую трубочку, которую я обматывала, вот сюда, между частями одной половинки бантика. Я просто протягиваю трубочку. Там уже такое достаточно плотное место, то есть я ее протянула и трубочка уже никуда не выскочит. Но я ее протянула, обрезала и немного подклеила, чтобы все было наверняка схвачено. С одной стороны я уже проплела как бы свою ленточку. Теперь с другой стороны подкладываю трубочку, фиксирую ее вот сюда, между стежками. И начинаю обматывать, точнее плести ситцевым плетением. Или по спиральке, или змейкой, кому как удобнее. Вот, начинаю аккуратненько. Главное зафиксировать трубочку, чтобы она не выскочила и было удобно оплетать. Также старайтесь оплетать ближе к центру, то есть ближе к началу от бантика, чтобы не было никаких таких просветов двух трубочек тортящих, а потом уже началось плетение. Так не пойдет, поэтому старайтесь делать все максимально плотно и близко друг к другу. И вот так, также потихонечку расширяя расстояние между стоечками, оплетайте ситцевым или зигзагом рабочей трубочкой до нужной вам длины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Рабочую трубочку мы прячем в кармашек под стоечку. А сами стоечки также делаем кармашки и крест-накрест прячем их в плетение. Вот таким вот образом. Таким способом со всех сторон у нас плетение закрывается и получается красивый, законченный, опрятный вид изделия. Вот такого бантика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С обратной стороны заправьте все торчащие рабочие трубочки, подрежьте, подклейте их, чтобы внешний вид был аккуратный и с внутренней стороны, да, как бы с торца тоже ничего не торчало и изделие было красиво. Поэтому все аккуратненько вот так спрячьте, подклеивайте. Надеюсь, видео вам будет полезным, особенно в новогодний такой период, когда можно сделать игрушечки и на елочку это все повесить, или украсить ваши корзиночки. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если есть какие-то вопросы, обязательно напишите в комментариях, я вам отвечу. Все. Надеюсь, было полезно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok